Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! КФУ Лайф продолжается. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас в гостях Институт филологии и межкультурной коммуникации. И с вашего позволения сразу долгое время не тянем, представлю наших гостей, которые расскажут все самое интересное об этом институте и ответят на ваши вопросы, которые вы задавали у нас в группе ВКонтакте Казанского федерального университета. Ромир Хамидович Мирзагитов, декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая. Ромир Хамидович, вам доброго дня! И Лилия Ринатовна Мухамидзянова, заведующая кафедрой татаристики и культуроведения. Лилия Ринатовна, вам тоже доброго дня! Всем добрый день! Напоминаю, уважаемые абитуриенты, то, что по ходу эфира вы можете также задавать свои вопросы относительно поступления в Казанский федеральный университет и, в частности, Институт филологии и межкультурной коммуникации во время прямого эфира. Сразу же в чатик самые интересные, самые бодрые вопросы мы обязательно зачитаем и наши гости, наши эксперты, представители этого прекрасного института постараются на них ответить. Что же, у нас есть заготовленные вопросы, которые ребята-абитуриенты уже присылали к нам в группы ВКонтакте, но перед этим давайте небольшое вводное слово, вступительное слово, о чем мы сегодня с вами поговорим. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители! Я представляю Высшую школу национальной культуры и образования имени Габтула Тукая. Наша Высшая школа одна из структурных подразделений Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. И наша Высшая школа готовит специалистов в области татарского языка и татарской литературы, это преподаватели татарского языка, татарской литературы, это преподаватели музыки, изобразительного искусства, это дизайнеры, преподаватели иностранного языка, иностранные языки, турецкий язык, английский язык, китайские языки. Журналистов готовим. С этого учебного года начнем подготовку специалистов в области рекламы. И с 2018 года готовим преподавателей билингвалов, а с 2020 года преподавателей полилингвалов по таким профилям, как математика, физика, информатика, история, общество знания, начальная школа, дошкольное образование, музыка и иностранные языки. В нашей высшей школе в настоящее время реализуются около 20 образовательных программ бакалавриата, около 10 программ магистратуры и несколько образовательных программ аспирантуры. Что касается приема 2022 года, в этом году планируем набирать на следующее направление. По направлению подготовки специалистов в области татарского языка и татарской литературы, как и прежние годы, набираем две группы. Одну группу набираем по образовательной программе, педагогическое образование, татарский язык, литература и русский язык. Это у нас новая программа, потому что прежние годы мы набирали на профиль татарский язык, литература и иностранный английский язык. Срок обучения в этой программе 5 лет. Выделено всего 25 бюджетных мест, это одна группа. Вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, по обществу знаний и внутренний экзамен по татарскому языку. По татарскому языку экзамен будет проходить письменно в форме тестов. Вторую группу набираем по образовательной программе филология, татарский язык, литература и журналистика. Эта программа у нас реализуется совместно с акционерным обществом ТатМедия. Выделено также 25 бюджетных мест. Вступительные испытания здесь русский язык, татарский язык, внутренний экзамен и на выбор абитуриента. Абитуриент может подать результаты единого государственного экзамена по одному из пересеченных дисциплин. Общество знания, история или иностранный язык. Здесь уже срок обучения 4 года. И данное направление у нас ориентировано на подготовку филологов-пакалавров в области татарского языка и татарской литературы. И журналистов, работав в разных средствах массовой информации. В том числе и на телевидении, но на татарском языке. И места трудоустройства выпускников это школы, другие образовательные учреждения, научно-исследовательские организации, редакции газет, журналов, издательства, телевидения и так далее. В этом году набираем 5 групп. По 25 человек на эти селевые места. По направлению педагогическое образование. В этом году профили следующие. Математика и иностранный английский язык. Срог обучения тоже 5 лет. Вступительные испытания. Русский язык. Общество знания обязательное. И на выбор абитуриента. Абитуриент может подать результаты единого государственного экзамена по пересеченным дисциплинам. Либо математика, либо иностранный язык, либо информатика, физика, биология, химия, география, история и литература. Срок обучения 5 лет. Вторую группу набираем на направление педагогическое образование, начальное образование и иностранный английский язык. Вступительные испытания такие же, как в предыдущей программе математика английский. Срок обучения тоже 5 лет. 25 селевых мест выделено. Третья группа иностранный английский язык. И второй иностранный язык. Второй иностранный язык мы в этом году планируем. Либо китайский, либо турецкий языки. Вступительные испытания. Для того, чтобы подать документы на это направление. Нужно иметь ЕГЭ по иностранному языку. Любой иностранный язык. По русскому языку и по обществознанию. По этим направлениям мы набирали студентов и прежде годы. Например, в 2021 году. А вот следующие две направления это новые. Набираем только вот в этом году впервые. Это одну группу набираем на направлении музыка и иностранный английский язык. И второе направление ИЗО и иностранный английский язык. И на отделение заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей. В количестве 25 человек. Направление педагогическое образование. Начальное образование и дошкольное образование. Вот такое двухпрофильное направление на заочном отделении. Вот обучение вот в этих вышеназванных программах, шести программах, осуществляется за счет бюджета Республики Татарстан. То есть они все как бы контрактники, но за обучение платят не сами студенты, а Республика. И кроме того, вот все студенты дневного отделения, которые обучаются вот по направлению математика английский язык, иностранный плюс второй иностранный язык, начальное образование английский язык, музыка английский язык, изобразительное искусство английский язык. Вот они все на дневное отделение принимаются и все они получают стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц. У нас в Республике сейчас есть такая программа, стипендия на обеспечение будущих учителей. Вот через эту программу они получают вот такую стипендию. В первом семестре они все получают такие стипендии, со второго семестра для того, чтобы получить эту стипендию, нужно сдать сессию на хорошие и отличные оценки. Но в основном наши студенты сдают на хорошие и отличные, примерно 80% из них получают такую стипендию в настоящее время. И абитуриентам для того, чтобы подать документы вот на эти направления, на полилингвальные направления, нужно заключить договора с образовательными учреждениями Республики Татарстан о сельевом обучении, в которых в дальнейшем, вот в этих школах, с которыми они заключили договоры, они обязуются отработать не менее 5 лет после окончания вашего учебного заведения. Вот эти направления. Мы планируем набрать еще одно направление, новое направление. В этом году впервые набираем на направление рекламы и связи с общественностью по профилю копирайтинг и бренд коммуникации. Об этом направлении, об этой программе более подробно, наверное, расскажет заведующий кафедрой Лилия Ренатина, доцент нашего института. Ну, хотелось бы сказать, что это достаточно очень интересное и уникальное направление, потому что такой профиль у нас открывается впервые. И здесь, наверное, следует сказать, что да, реклама и пиар у нас реализуются во многих, можно сказать, институтах и в КФУ в том числе. Но наше направление как раз отличается тем, что оно более творчески направлено. И достаточно интересно и, так скажем, творчески составлено учебный план, где мы хотели, чтобы наш выпускник стал многопрофильным специалистом, который мог стать по окончании этого направления не только пиар-менеджером, но еще и мог создавать рекламу в плане разработки графической продукции, графического дизайна. И, соответственно, создавать ивент-мероприятия с нуля. Вообще у нас в учебном плане предусмотрено три модуля. Первый модуль — это, соответственно, филологическое обеспечение, где мы как раз-таки изучаем непосредственно копирайтинг, языковое сопровождение брендинга, соответственно, создание рекламы на русском языке, на татарском языке. И, соответственно, создание текста для рекламы, для интернет-контента и так далее. Второй модуль — это непосредственно разработка уже идет рекламы, создание рекламной продукции, где как раз-таки будут преподаваться различные дисциплины, связанные и с графическим дизайном, и, так скажем, рекламными технологиями, и видеоконтентом. Но плюс ко всему хотелось бы сказать, что у нас достаточно хорошо оборудованы компьютерные классы, где ребята как раз-таки смогут заниматься и работать в таких графических редакторах, как и Corel, и Photoshop, и Illustrator, и InDesign. И третий модуль — это непосредственно уже брендинг, где как раз-таки идет сопровождение брендинга, создание брендинга и создание торгового интернет-пространства. То есть достаточно очень творческие и интересные дисциплины. Я думаю, что на них будет очень интересно учиться. Помимо этого, хотелось бы озвучить, наверное, достаточно такую хорошую новость. На это направление у нас также выделяется 10 целевых мест, на которые тоже ребята могут претендовать. Вот. Что касается других двух направлений, наверное, тоже могу более подробно рассказать. Действительно, педагогическое образование по музыке, английскому языку, по как раз изобразительному искусству и английскому языку тоже у нас реализуется, и там тоже очень интересны и дисциплины, и учебные планы, и использование компьютерных технологий. И, конечно же, это высококвалифицированные преподаватели. И, соответственно, плюсом этого направления является то, что, несомненно, студент имеет возможность получить два профиля. Я думаю, что это очень здорово, когда он может выбирать работать ему, например, учителем английского языка или, например, изобразительного искусства, либо он будет это совмещать, либо имеет возможность преподавать на английском языке. И также, конечно же, мы нацелены на то, чтобы наши ребята как раз-таки стали высококвалифицированными специалистами и потом смогли работать в полилингвальных школах. Есть, может, какие-то вопросы? Ну, давайте тогда перейдем к вопросам, которые присылали нам бетуренты и присылают. Я себе один уже выписал довольно интересный вопрос, но чуть попозже его зададим. Пойдем по порядку. Как проходят вступительные испытания по татарскому языку? Где можно найти программу? Экзамен по татарскому языку пройдет письменно, как я уже сказал, в форме теста. Этот экзамен у нас будет в конце, где-то после 15 июля. Программа вступительного испытания есть. Его можно найти в разделе абитуриент на нашем сайте. Там, где все программы вступительных испытаний. И еще хочу сказать по подготовке к внутреннему экзамену. У нас после 20 июня начнется курсы, подготовительные курсы по подготовке к этому экзамену. Где-то после 25 июня, наверное, они будут. Желающие могут записаться в сервисприемную комиссию. Хорошо. И вот еще вопрос, как раз-таки добивающий татарский язык. Вот эту тему. Спрашивают. Преподаватели татарского языка сейчас востребованы? Да, преподаватели татарского языка востребованы. Мне, например, каждую неделю звонят из школы Казани и приглашают наших выпускников, преподавателей татарского языка, в школы. И потом мы же им даем еще дополнительные специальности. Они все обучаются по двухпрофильным программам. Например, в прошлом году, если у нас был татарский язык и английский язык, в этом году мы им даем татарский язык и русский язык. Они будут преподавать не татарского языка литературно, но и преподаватели русского языка. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос. На каком языке ведется обучение на полилингвальном направлении? На полилингвальных программах, как я уже сказал, в этом году набираем на 5, на дневное отделение 5 программ и 1 на заочные. В основном ведется обучение на русском языке на первом курсе. На последующих курсах там будут дисциплины и на татарском языке со второго курса, а с четвертого и на пятом курсе будут преподаваться и на иностранном языке, на английском. Те или иные дисциплины у нас такие преподаватели есть, к счастью. А вот вопрос возникает. А если, предположим, на такое направление поступает студент, который не из Татарстана и не из близлежащих регионов, где татарский язык распространен, как такие студенты, может ли, выживают в таких условиях? Ну, во-первых, в основном это программы селевые, селевой финансируется из республиканского бюджета, и в основном туда идут ребята из нашей республики, из республики Татарстана. Если будут те, которые из других регионов, из близлежащих и из далеких, мы все равно с первого курса им обучаем татарский язык. Шесть часов в неделю в первом курсе. Поэтому к концу первого курса у них уровень А1, А2 все равно будет по татарскому языку. Хорошо. Следующий вопрос. В чем особенность подготовки по профилю, копирайтинге, бренд-коммуникации? Ну, в принципе, особенности я уже в целом рассказала, как я уже говорила. Тут, опять же, хочется, наверное, добавить, что это направление тоже идет как такой больше полилингвальной направленности, так как есть необходимость именно в кадрах, которые будут, соответственно, уже работать у нас в регионе, и, соответственно, смогут, опять же, создавать рекламу и вообще работать и на русском, и на татарском, и при необходимости на английском языке. И здесь, конечно же, в этом плане нас очень, так скажем, выручает то, что мы находимся в институте филологии и обеспечены всеми необходимыми кадрами в этом направлении. Переходим к блоку вопросов, связанных с рекламой и связью с общественностью. Первый из них – это какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить по направлению рекламы и связи с общественностью? Ну, вообще, мы по рекламе и связи с общественностью принимаем и как после школы, так и после СПО. Вот, если, соответственно, абитуриент поступает после школы, обязательными, ну, ЕГЭ экзаменами, как появляются, русский язык и общество, общество знания. И, соответственно, третий экзамен, он идет на выбор. Это английский язык, либо история, либо информатика и ИКТ. Если же, соответственно, он поступает после СПО, то также сдает русские общества, но уже выборов у него нет, он сдает просто историю. Но, соответственно, здесь уже идут внутренние экзамены, которые он может сдать в КФУ. А внутренние экзамены что подразумевают? Ну, то есть, после СПО обычно у них же нет ЕГЭ экзаменов, да, соответственно, они приходят в университет, у них будет расписание этих экзаменов, и, соответственно, в разных институтах, скорее всего, они будут проходить, наши специалисты будут уже принимать, приемная комиссия будет принимать у них эти экзамены. Хорошо, идем дальше по этому направлению. Будет ли в направлении рекламы и связи с общественностью изучения иностранных языков? Да, конечно. Возможно, мы это уже говорили, но ротация эфира у нас большая, поэтому не удивляйтесь, что вопросы будут повторяться. Да, конечно, несомненно, иностранные языки у нас предусматриваются. Вообще-то иностранный язык – один из таких ключевых моментов, наверное, для пиар-менеджера, для пиарщика. Мы живем в современном мире, где, как говорится, английский язык востребован. И помимо этого у нас еще будет даже создание веб-сайтов и, соответственно, изучение программы. Они тоже требуют знания английского языка отчасти. Но тут, конечно, без вопросов английский язык будет изучаться достаточно интенсивно. И добивающий вопрос эту тематику, обучаться – это, конечно, интересно, увлекательно, навыки приобретать. Но где эти навыки можно использовать? Вопрос звучит следующим образом. Где можно будет работать, получив специальность рекламы и связи с общественностью? Ну, вообще, мы же не просто так захотели, как бы и открыли это направление. Действительно, поступил определенный запрос. Мы на сегодняшний день сотрудничаем и с Татмедиа, и с татарским книжным издательством, и, соответственно, с теми компаниями и предприятиями, которые действительно нуждаются в этих специалистах. У них уже во время обучения, соответственно, если они выберут это направление, будет возможность проходить практики на этих площадках и уже познакомиться, можно сказать, предварительно с работодателем, проявить свои качества. И, возможно, они уже к концу старших курсов у них будут уже какие-то перспективы о трудоустройстве, соответственно. А вообще сама по себе эта специальность, она очень востребована, она очень нужна, потому что на сегодняшний день вообще вот копирайтинг, когда он подробно и так глубоко особо нигде не изучается. И мы очень часто видим грамматические ошибки при написании текстов и так далее, лексического характера. То есть здесь как раз-таки будет специалист, который сможет не только создавать наущие, и писать тексты, и продавать их, и продвигать. То есть в этом как раз-таки плюс. Вы некий человек-оркестр, получается, да? Человек-оркестр, который при желании сможет уже к концу обучения определиться, что ему ближе, и, соответственно, тема выпускной работы, и уже квалификационная вот эта работа, да, она будет связана с той темой, которая ему ближе, да, с тем направлением именно. И, соответственно, он в любом случае будет возможность уже определиться и выбрать то, чем он будет заниматься, и в каком направлении, и куда он будет уже идти работать, и кем именно. Хорошо, продолжаем по вопросам от абитуриентов в Институт филологии и межкультурной коммуникации. Какой проходной балл на платное обучение? Какая стоимость обучения? Вот два вопроса в одном. Ну, вообще, у нас, получается, минимальные баллы я могу озвучить по рекламе и пиар, наверное, да, интересуются? Или по другим? Ну, по всем направлениям. По всему, по всему. Блог рекламы связан с общественностью у нас уже закрыт. Ну, проходной балл по всем направлениям у нас вне бюджета минимальные баллы. Например, по русскому языку 40 баллов, по общественному знанию 45 баллов, по татарскому языку 40 баллов, и по всем остальным дисциплинам в пределах 40 баллов. Это нижний предел, если не двойка, они могут поступить вне бюджета. Ну, и, соответственно, история идет 35 баллов, информатика 44, и иностранный язык 30 баллов. Ну, конкретно можно уточнить на сайте нашего университета. Здесь, я думаю, стоит еще... А что касается стоимости обучения, пока приказы, к сожалению, нового учебного года не вышло, пока у нас на руках нет приказа. Но в прошлом году на дневное отделение было в среднем 130, 140, 150 тысяч рублей. На отделение заочного обучения где-то в пределах 60 тысяч рублей. У нас еще есть очно-заочное обучение, да, 70-80 тысяч рублей в год. Вот относительно баллов, я думаю, стоит дополнить и это проговорить, то, что общий балл не нужно смешивать с проходным баллом. То есть можно набрать условно 300 баллов, но по одному из обязательных предметов у тебя нет прохождения порога. Тогда не проходит. Идем дальше. Следующие вопросы. Какой минимальный балл на вступительных испытаниях по музыке? Там тоже 40 баллов минимальный по музыке. А что для музыки надо сдавать? Для музыки они сдают также, у них идет либо ЕГЭ, либо экзамен в зависимости от того, после какого учреждения они к нам поступают. Соответственно, ну, также русский язык и общество у них идет в обязательном порядке, соответственно. Но помимо этого у них есть еще внутренний экзамен. Он идет по музыкальному как раз-таки, основам музыкального искусства. Соответственно, он состоит из трех частей. Они, получается, сдают вокал, инструментал и, соответственно, сольфеджио. И эти баллы также внутри уже суммируются. Как бы комплексный экзамен. Да, комплексный экзамен по трем этим направлениям. Ну, вот по музыке интересно. Вокал, инструментал. Сольфеджио, понятно, это как музыкальная грамотность, все остальное. Инструментал какой именно? То есть, который вытянул билет? Или как там это работает? Нет, нет. Программа тоже экзамена, она представлена на сайте. Они могут выбирать. То есть, во-первых, в основном на музыку идут уже люди практически подготовлены. После музыкальной школы, либо после училища. То есть, эти ребята уже знают, куда они идут, зачем они идут. Это, как говорится, можно сказать, музыка – это страсть всех их жизней. Для не сведущих в этой теме, обучение на направлении музыки, что из себя представляет? Это, получается, готовят специалистов, преподавателей для музыкальных школ? Ну, они могут не только еще работать преподавателями, они также могут стать и солистами, и так далее. Дальше продолжать работать вообще в этой медийной сфере. Помимо этого, они имеют возможность уже участь у нас. У нас есть три творческих коллектива, получается. Уже участвовать в этих творческих коллективах. Это вот у нас Зарница, Байрам. И, соответственно, у нас созвучие. Это хор, получается, созвучие. И Зарница, Байрам – это уже такие у нас этнические направленности, музыкальные коллективы. И они постоянно участвуют на конкурсах, мероприятиях. То есть, и, соответственно, у них уже есть определенные опыты. Если не ошибаюсь, Зарница как раз-таки была еще в гостях у Леонида Аркадьевича, да? Да, скорее всего, да. Ну, в основном мы готовим, конечно, преподавателей музыки для образовательных учреждений. Но вот среди выпускников наших этого направления очень много тех, которые сейчас как бы блещут на сценах нашей республики. Народные артисты. Ну, и не только республики. И в России, как минимум. Для тех, кто не в курсе, напомню, что недавно завершилась Всероссийская студенческая весна, где республика Татарстан, как всегда, выступила на высшем уровне. И сейчас некоторые из ребят помогают нашей делегацией республики Татарстан в Челябинске, где среди профессиональных организаций учебных, ну, колледжей. Так что много кто от Института филологии межкультурной коммуникации выступает. Пойдем дальше по вопросам. Следующий. Какие правила поступления для выпускников колледжей и есть ли для них заочное обучение? К сожалению, вот по этим творческим направлениям в этом году мы не предусмотрели пока что заочное направление. Но на следующий год... Ну, так-то заочное направление у нас в Институте и есть. Это педагогическое образование, русский язык и литература. Это реализуется на отделении заочного обучения. Педагогическое образование иностранный язык. В этом году есть прием на это направление. И вот в нашей высшей школе, что касается нашей высшей школы, мы на заочное отделение принимаем на направление педагогическое образование, начальное образование и дошкольное образование. Это будущие учителя начальных классов и будущие воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Для них они, как так же Лилиарна об этом и сказала, у них нет экзамена ЕГЭ, поэтому они все сдают внутренний экзамен. Все выпускники колледжей и средних специальных учебных заведений. Следующий вопрос. Как решается вопрос трудоустройства выпускников, обучающихся в направлении подготовки педагогического образования в полилингвальной образовательной среде по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан? Это вот как раз полилингвалы, о которых я рассказывал в своем выступлении. Как я уже сказал, уже при поступлении они должны принести договора о селевом обучении с теми или другими образовательными учреждениями Республики Татарстан, где все прописывается, и они после окончания идут в те же школы. Поэтому у них трудоустройством уже вопрос решен, можно сказать. Они не будут искать школы и образовательные учреждения. Хорошо, остается не так много вопросов. Следующий звучит следующим образом. В каких направлениях можно проходить практику? Практика проходит по всем направлениям. Вот вопрос к нам прилетел вот такой. По направлению педагогического образования практики проходит в школах. А по направлению, например, татарской языки и журналистики, они практику проходят в издательствах, в журналах, в газетах, на телевидении проходят практику. В разных местах. Но по всем направлениям есть практика. Там и фольклорные практики, и дилектологические практики, и педагогические практики, и ознакомительные практики. В ущербном плане таких практик очень много. Производственная практика. Производственная практика, да. Осталось два вопроса, и они выглядят больше предметно, но постараюсь обобщить. То есть в оригинале он звучит следующим образом. В каких направлениях? Есть ли в вашей кафедре курсы для абитуриентов и преподавателей, но, скажем, есть ли в вашем институте такая возможность? В принципе, можно, да, начну? У нас вот по нашим творческим направлениям есть подготовительные курсы вообще по творческим вот этим экзаменам, да, по рисункам. У нас ребята занимаются и на годичных курсах они, и воскресные курсы, где как раз-таки ребята готовят именно к сдаче экзамена по основам изобразительного рисунка. Это получается академический рисунок, он длится 6 часов. Помимо этого у нас в этом году стартовала такая школа «Пиар Стар», где как раз-таки она была вообще бесплатная, да, и, соответственно, где ребята тоже во время каникул приходили, занимались именно, слушали лекции по направлению как раз-таки рекламы и пиар. Вот, и помимо этого у нас есть курсы по подготовке к ИГ, были, да, осуществлялись? Да, и по русскому языку, по подготовке к ИГ, и по русскому языку, по литературе. Были такие курсы на базе Казанского международного лингвистического центра. И также хотелось бы мне добавить, в принципе, на следующий год мы еще планируем запустить курсы переподготовки по направлению дизайн, где ребята, например, обучаясь на направлениях изобразительного искусства, английский язык или на рекламе и пиар, параллельно смогут получить диплом как раз-таки по специальности дизайн, потому что у нас очень много преподавателей данного профиля как бы на сегодняшний день работает. И я думаю, что это многих тоже заинтересует. Еще один вопрос. Как будут проходить вступительные испытания при поступлении в магистратуру? При поступлении в магистратуру по всем направлениям у нас устные экзамены или собеседования. Тоже есть программа вступительных испытаний, можно найти на сайте нашей приемной комиссии. Хорошо. Ну что же, вопросы у нас подошли к концу. Благодарю то, что смогли на них ответить. Перед тем, как завершить нашу программу, несколько слов, пожелания абитуриентам, так как до вступительной кампании у нас остается всего лишь 11 дней. Каких-то 11 дней и двойка в очередной раз наполнится переживающими студентами, больше переживающими родителями и родственниками. В общем, пару слов для товарищей, которых мы ждем. Ну, мне бы в свою очередь хотелось бы, конечно же, пожелать успешно сдать ЕГЭ. И не бояться, и смело идти вперед, не бояться, что что-то не получится. Если особенно это касается творческих экзаменов, да, то есть они вот у нас как раз предусмотрены, я бы порекомендовала им все-таки сдавать в очном формате, нежели в онлайн, потому что творческие экзамены, они все-таки имеют определенную специфику, где как раз-таки лучшие стороны свои можно показать при очном собеседовании. И, конечно же, мне бы хотелось пожелать успехов и, соответственно, не переживать в любом случае. Ну, как говорится, я думаю, что вот многие даже проваливают ЕГЭ экзамены, потому что излишне волнуются. Я знаю такие случаи, когда ребята все знают, приходят и просто из-за переживания не могут ни слова, можно сказать, ни написать. Мне кажется, просто в этом случае надо легче относиться к этому, и, соответственно, результат будет лучше, и, соответственно, абитуриент сможет раскрыть себя в полной мере. Желаю всем абитуриентам здоровья, успехов и ждем в нашем институте и в университете. Что ж, Ромен Хамедович, Леонид Ренатова, вам большое спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти. Надеемся, мы еще по ходу приемной кампании с вами увидимся и подведем итоги. И, как это правильно называется, подскажите мне это слово, предварительные итоги. Вот, я вспомнил, и итоги уже окончательные. Расскажете про абитуриентов, кто к вам приходил. На этом все, это был КФУ Лайф для Института филологии и межкультурной коммуникации. Эфиры у нас продолжаются, обязательно смотрите, задавайте свои вопросы, и представители институтов и факультета Казанского федерального университета на все ответят. Меня зовут Роман Полинсков, увидимся, услышимся, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин